Хотела написать воспитание детей, но все гораздо глубже. Вспомните религию, первородный грех, родился, уже виноват, искупай. И пошла игра. Это управление человеком. Вот хочется еще шире посмотреть на эту игру. Ею пропитано все. Мы должны всем, родине, партии, родителям. И забыто напрочь, зачем мы пришли в этот мир. Забыли про себя. И включаясь в эту игру, мы запускаем второй разворот игры. Нам должны родители, дети, правительство. Бесконечное прохождение. Я должен, мне должны. А где я? Мои интересы, моя жизнь по чувствам. Только осознанно можно из этого выйти. Через благодарность закрываются такие игры. И вот на втором развороте игры «мне должны» начинаются обиды, претензии, обвинения. Мне чего-то недодали. Я вот такой хороший, и то, и другое делаю. А мне не отвечают тем же. Когда возвращаемся к себе, все это тоже схлопывается. Если мне никто ничего не должен, то нет и обид, и претензий. А это уже про ответственность, которую возвращаем себе. Вот это радует. Осознав, что мы хотим жить по-другому, мы можем это сделать. Как создали, так и рассоздали. И уже осознанно живем свою жизнь. Ответ. Для начала нужно развернуться к себе. Иногда просто остановиться. И посмотреть на себя. Посмотреть в себя. Отключиться на время. Оглядеться вокруг и понять, где был ты, а где не ты. И это включение в осознанность. Чувство вины — это чувство вины. Возникает часто в детстве, когда что-то сделало по неосторожности. А тебя стали обвинять. Потом оно впитывается, и боишься что-то сделать, что-либо в этой жизни, потому что боишься сделать неправильно, сказать не то, боишься обидеть и так далее. И еще ответ. Все болезни и проблемы не просто так. Человек создает их сам. И создает с целью обратить на себя внимание. И как ни странно это звучит, чтобы услышать себя и вынести осознание. Но при этом, пока луч внимания направлен туда, эти игры будут разворачиваться. Человек начинает бороться с ними, чувствовать, переживать и таким образом еще больше погружаться. Я предлагаю закрыть все это через благодарность. Это отрывок из книги, которую написали мы по чату мам. Эта книга изменила жизнь огромного количества людей. Не книга, чат, работа, выход из аутизма. Если вам интересно, вы можете найти ее на shop.sabrition.com Вторая часть уже в январе выйдет и появится тоже там.